МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа функционирования парка «Живые алмазы» Якутии является составляющей частью мероприятий по пополнению ресурсов животного и растительного мира и включает в себя финансирование до 2018 года. Источник денежных отчислений – прибыль акционерной компании «Алроса». В 2016 году было запланировано потратить на парк 3,7 миллиона рублей, но уже сегодня отчисления значительно выше, рассказывает главный эколог компании «Алроса». Республика выделяет на бюджетирование природного парка порядка 7 миллионов в год. Акционерная компания ежегодно перечисляет материальную помощь, спонсорскую помощь, не материальную. В этом году мы перечислили 3 миллиона 700 рублей. И более того, в июле мы собрали 14 тысяч кормовых виников березовых для питомцев природного парка. Более того, мы вложили средства в постройку клеток для медведей. Там тоже немалые средства. То есть, ну и вообще, вот в результате, при нашем планировании оказать материальную помощь, спонсорскую природного парка в 3,7 миллиона, мы в результате уже выходим на 8 миллионов с половиной. То есть, и нам не жалко, потому что мы же понимаем, что кто им еще поможет, кроме нас? Кто им поддержит уровень жизнедеятельности, функционировать в нормальном режиме? В финансировании, например, если взять 2012 год, мы в природный парк вкладывали порядка 2,5 миллионов, то вот по итогам 2015 года мы осознали, что мы вложили 4 миллиона, а сейчас мы уже понимаем, что 8. То есть, это, скорее всего, не пределы, потому что растет биоразнообразие, растут количество животных, то есть, у них, конечно же, растут и потребности, и так, скажем, как хозяин, да, хочется сделать и здесь покрасивше, и здесь покрасивее. Среди дорогостоящих покупок этого года новые апартаменты для медведей. Кредка стоимости в 4 миллиона рублей. Заказ неординарный, единичный, но очень важный. В старых вольерах на земляном полу медвежьим лапам было плохо, а вот новый, похоже, уже вылечил лапы. Нормально он чувствуется, сейчас он очень доволен, потому что он жил вообще 2 на 2 клетки, а сейчас эта клетка 4 на 6 для него огромная. Он до будущего года будет жить тут, и потом, я надеюсь, его мы переселим рядом с Лехой. Но я знаю, что у него ножки страдали на том покрытии, которое было прежде. Ну, поэтому мы, там чистый бетон, галька была, и что-то пятки у них болели, а мы сейчас транспортерной лентой сначала пол населили с досок, и потом транспортерной лентой. И это убирать очень хорошо, и ходить им пятки не болят, нормально бегают, суетятся, играются. Сейчас мы с 1 сентября уже начали двухразовое питание, это для них хватает, жир уже начали набирать. Ну, чтобы они нормально зиму прозимовали, у них запас жира должна быть. А что нужно давать медведю, чтобы он нагулял жир? Вот вы говорите, двухразовое питание, это что? Ну, мы обычно с утра даем мясо вареное, а вечерний рацион – рыба. Рыбу тоже вареную, с кашей делаем. Рыбу мы в рыбкомбинате Минишком города Мирного каждый день берем, перевозим сюда. Ну, там целые рыбы бывают, и потроха, жир. Содержание медведя – это дорого? Конечно, дорого. Летнее время их кормить-то, кормить, а их, чем попало, не будешь кормить же. Им обязательно мясо надо, но мясо, как знаете, на рынках очень дорогие. Суп-набор покупаем, но это все на деньги акционерной компании мы это все покупаем. А то бы на один бюджет там даже статьи нет, чтобы кормить животных, вот медведей. Ну, в год, допустим, вот двух медведей, чтобы прокормить, 1200. Ну, это комбикорма, разные крупы, еще мясо обязательно надо покупать. Если там рыбы нет, вот рыбы, мента всякие, замороженные рыбы тоже покупаем. Иногда покупаем даже голень. А что же я много лет говорю людям, приезжайте с яблоками да сгущенкой? Ну, это с яблоками да сгущенкой наши посетители их, конечно, балуют очень. Ну, я их прошу, сгущенку, пожалуйста, с собой. День, выходные дни, день, суббота, воскресенье, каждый день по 10, по 20 сгущенок. И потом у них расстройство в желудке получается и начинают поносить. Я говорю, сгущенку, пожалуйста, с собой берите обратно, яблоко дайте, говорю. Ага, то есть сейчас будем говорить, что везите мясо. Мясо и рыба. Мясо кусками, да, или вы им режете фарш? Нет, фарш не делаем, а кусками варим бедры. С 20 по 25 октября медведи впадут в спячку, а проснутся аккурат Леха к 23 февраля, а Умка к 8 марту. Но вернемся к спонсорской помощи. Средств, выделяемых из бюджета, с натяжкой хватает на зарплату. А ведь животным еще и есть надо. Благодаря акционерной компании «Алроса» звери в парке имеют хороший вид и не болеют. Это отмечают все гости. Приезжают основные посетители, которые в Якутской ортодокии побывали, говорят, состояние животных в парке намного лучше. Ну, это нас радует, конечно, потому что тут корма, вовремя кормим, вовремя сено заготавливаем, наверное. Поэтому и каждый день все уборкой занимаются работники. Ну, вчера тоже делегация со всей республики были, более 30 человек. И все в один голос говорят. Это не сравнить с ортодокией. Там у них как-то состояние животных не такие уж. А у вас, говорят, аж шерсти блестят. Все жирные, все упитанные. Но это нас радует, работников. Часть финансирования ушла на сани для катания детей и упряжки для оленей. Тех самых оленей, которые появились в парке в 2016 году. Для упряжки специально готовятся вот такие. Ну, они еще невзрачные, которые... Это рабочий вариант. Но мы сейчас заказали в деревне уже более-менее. И будем тут колокольчики вешать. Это подлиннее сделаем. Колокольчики будем вешать. И АК Алроса напишем. И они чисто смерти будут сделаны. Нового года сделаем. Государство дает по бюджету 8 миллионов всего. Это мало? Мало, конечно. Тут бензин чего стоит. Сено возить, соляр. Вот, допустим, мы нынче 60 тонн сена заказали. Ну, заготовили. Это в Тасюряхо и в Сунтарском районе. Ну, 15 тонн у нас мы своими силами тут. Уже завезли, на Сенавале стоит. Остальное 45, 25 Тасюряхо, 20 тонн в Сунтарах. Его везти, соляр нужно. Это бюджетные деньги. Соляр, знаю, очень дорого стоит. Ну, допустим, Тасюряхо съездить один раз, 2 тонны сена привезти, 300 литров соляр уходит. Далеко. И вот поэтому акционерная компания тоже насчет этого помогает соляркой тоже. Ну, все исходит от акционерной компании. Необходимо отметить, что и сами смотрители парка работают в полном смысле не покладая рук. Например, на заготовках ягеля. Зимой оленю без ягеля никак. Сейчас вот буквально с завтрашнего дня начнем ягель собирать, конечно. Это очень трудоемкая работа. До мая месяца нам надо для наших оленей приготовить тысячу мешков. Ну, это мешки надо, ну, где-то в среднем килограмм 20 мешок будет. 20-25. Вот такой тысячи мешков нам до мая месяца должно хватить. В прошлом году вот ягель мы привозили, но ягель не подготовили, приходилось снег копать и ягель из-под снега. Это очень трудоемкая работа, поэтому нынче мы хотим заранее приготовить тысячу мешков. Ну, мы, надеемся, тоже студенты должны помогать, мы уже с ними договариваемся. Человек по 5-10 будут приезжать, мы их увезем, где ягель растет, и там будем собирать. Ну, конечно, для оленей ягель обязательно каждый день в рациона должен быть, для нормальной работы организма, желудка. И вот приходится такие меры принимать. Ну, конечно, ягель, соберешь ягель, растет не один год. Где мы соберем, там через 40 лет только появится ягель. Одно делаем, другое колетим. Ну, это закон природы, кажется мне. Оленей кормить надо. Спонсорская помощь выражается еще и в том, что в этом году, например, как и в предыдущем, компания помогла в заготовке березовых веников. Их хранят вот в таких сараях. И зимой один веник заменяет 3 килограмма сена. Силами МСМТ построили сарай для сушки веников. Достраивают открытый вольер для глухарей. Одно содержание дороги обходится ежегодно в 400 тысяч рублей. А кроме этого вольеры для собак, отопление павлинария, в котором уже прибавилось хлопот. Пава большая, теплая и уютная. А самец рядом готов защищать свое потомство. Ну, красавица моя, ну вставай. Птенцы павлинов на вид нелепые, но уже с крошечным элегантным хохолком на голове. Пока не ясно, кто из них мальчик, кто девочка. Трой не растет и по птичьи не боится высоты. Птенцов самочка высадила сама, Что подтверждает, условия для жизни и продолжения рода в парке хорошие. Тепло. Питание – свекла, морковь, капуста, семечки. Но говорят, что и собачьим кормом не брезгуют. Другие самочки без птенцов ревнуют. Материнский инстинкт есть, а птенцов пока нет. Гоняются за ними, вроде ухаживать хотят, но мамка родная ее не подпускает. Ну вот, обидно. Но, наверное, на будущий год она сама высадит. Ровно год назад, в сентябре, когда павлинов только привезли, их было восемь. Сегодня – тринадцать. Троих высадили, а этих двоих вывели в инкубаторе. Инкубаторским самим было скучно и страшно, поэтому им для компании подселили кур. К ним, чтобы не скучно было, этих цыплят. Что значит не скучно было? Им бывает скучно? Ну, наверное, сейчас. Как вы определили, что им было скучно? Ну, когда мы их разделили там, когда маленькие, пищат все время. И когда мы их в ящик всех вместе ложим, тишина и покой. Еще есть у нас глухарята, которые тоже мы инкубатором вывели. Идем к глухарям? Посмотрим их. Глухари живут в клетках на улице. Тоже выведены из яиц. Яйца мы нашли, когда ягоды, собираем как раз весной и нашли. Здесь же ягоды. Все для вас. Только что собранные. Живите и чувствуйте себя, как дома. Еще в парке «Живые алмазы» Якутии этим летом родился пятнистый олененок. Чудо чудное, дева дивная. Имени пока не дали. Растет в полноценной рогатой семье. В тепле и любви. Рядом в соседнем вольере теленок Яка. Миролюбивый и светлый, как облако. Родился через четыре дня после олененка. Вот уж у бога то пусто, то густо. Все греются на последнем летнем солнышке. Впереди осень и зима. Еще сено заготовить надо успеть. Парк уже давно является частью маршрута всех правительственных делегаций. Наравне с карьерами и алмазными родниками мирно и гордиться живыми алмазами Якутии. Он изначально планировался таким образом, чтобы парк решал не одну проблему культурного отдыха. Он в себе аккумулирует несколько решений, нескольких вопросов. То есть это и экологическое воспитание подрастающего поколения, и прививание здорового образа жизни, потому что на территории парка у нас сухой закон, это однозначно. И, конечно же, привитие культуры отдыха. Тем более, да, на территориях промышленности иметь вот такой вот оазис биоразнообразия, видового состава животного мира, который мы можем посмотреть сами, получить некие положительные эмоции, порелаксировать своей нервной системой. Ведь любой путешествий вызывает только положительные эмоции. Казалось бы, природоохранный парк всего лишь место для отдыха горожан. Но хозяйский подход за несколько лет сделал живые алмазы уникальным ареалом, в котором мирно существуют представители разных групп животного мира. Причем помогая нам понять, что мы можем, должны научиться жить вместе, даря друг другу тепло и заботу. Иначе не выживем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова